Просили меня рассказать, показать как я готовлю уху. Уху! Так вот вчера я пришел со сплава. Щучка уже замерзла за ночь. Сейчас разморожу, попробую уху сделать. Режем филюху. Режем филюху. Остается у нас вот такое чудо всего лишь. Получилось вот столько вот филе, немало. Здесь килограмма полтора как минимум. Кидаем сюда голову. Голову кидаем. Ну и хребты, то что мы от филюшки оставили. Вот сколько их. И кидаем мелкую щуку. Те, кто считает, что мелкую, в том числе рыбнадзор считает, что мелкую щуку нельзя ловить. У меня предложение рыбакам ловить и крупную, икреную. Очень крупную и икреную. И отпускайте. Толка будет больше в природе. Варим 30 минут. Но через 15 минут я включусь. Появилась некоторая пенка. Я ее сейчас ложкой сниму и переставлю на медленный огонь. Этим временем я сечку подготовил. Но я бы, если была, кинул пшенку. Я люблю разваренную пшенку в ухе. Картошки я вообще не ложил бы. Но мои картошку любят. И порезал вот такими кусочками рыбу. Самое то. Такими кусочками мариновать в банке. Но сегодня у нас речь идет об ухе. Да и куда бы я не ехал, я всегда с собой брал специи. В Карелию, на юг. Не важно. Значит шашлык. Но ребята я вам скажу дорогие мои. Значит шашлык ли рыба уха на вкус и цвет дураков нет. Эту поговорку я придумал только что. Можете записать. Чтобы не забыть. Тархун. Смесь прованских трав. Но к этому позже. Хотел бы обозначить. На щука кипит уже минут 15. Есть уха, а есть бульон. Так вот. На рыбалке я часто что делал. Я кипятил таким же образом щуку. Вернее остатки от нее. Хребты головы. А потом кидал. Ну все. Выкидывал собаке в реку там. Рыбкам туда-сюда. Оставлял бульон. Бульон вложил специи. Я вам их показал. Вложил перчик. И вот знаете с учетом перчика это самый согревающий напиток. Подрезаешь туда немножко лучка. Вот стакан налил себе там в кружку. И лучка подрезал. Перчик. Все это дело выпил успешно. И любой, абсолютно любой бульон. Там мясо, курица, рыба. Согревает лучи любого чая. Проверено. Но сейчас речь у нас не о бульончике. А о ухе. Еще будет вариться 15 минут. Головы, хребты я выбрал. Вот он бульончик кипит. Ох какой бульончик. Если сейчас туда специи забахать. Ой до лучка накрошить свеженького. Ладно мы варим уху. Короче я все дело выгреб. Кошкам, собакам. Пускай едят. Кстати о собаках мне говорили, что куриные кости не давать. Рыбе кости не давать. А как же собаки живут на севере. Лайки, майки и прочее. Которые щуку заготавливают на зиму для еды. Ну и в частности моя зита. Она ест все. Не всегда с аппетитом. Но ни разу еще не поперхнулась. Бульончик я сейчас перелью в другую кастрюлю. Для чего? Из жаберщуки может просыпаться песочек. Я песочек уберу. И опять в этой кастрюльке продолжу варить уху. Песочка мы избавились. По новой закипела. Значит я сыплю сечки или пшенки. Неважно. Чуть меньше половины. Вот этой кружки. Вот по честному я бы наверное пшенки не насыпал. Не, насыпал бы. Ну картошки точно не насыпал. Но у меня есть близкие. А самые близкие люди это наши близкие. Поэтому я учитываю их вкусовые предпочтения. Сечка варится долго, как и пшенка. Поэтому сначала я засыпаю пшеночку. Пусть поварится. Вот еще пленочка всплыла. Пеночка. Значит и от нее мы избавимся. Картошку. Бульон у нас полкастрюля. Могу заверить, что этот бульон утром. Холодное утро на рыбалке часто бывает. Превращается в желе. Картошечку сыпанули. Значит вот эту груду. Груду, груду, груду. Неудобно. Опа-на. Видели? Высыпаю сюда. Получается полная кастрюля. Полная кастрюля. Вот это, ребята, уха. Но это еще не все. Только сейчас насыпем специи и соль. Ой, сколько там рыбы. Ой. Ой. Варим 4-5 минут. 4-5. Значит, те, кто говорят, что там паразиты остаются, все такое. Ребята, все паразиты, черви и там прочее, они состоят из белка, как и мы с вами, как и животное. А белок сворачивается при 60 градусах. А уж 5 минут варя при 100 градусах, тем более я добавил соль. Температура чуть больше стала. Варенье, что называется. Фикнем 100 градусов. И варим 4-5 минут. Чтобы не вот эта мешанина была, как меня, мои братья, рыбаки-охотники, кормили. Какое-то мясо распавшееся. А будут настоящие кусочки, которые приятно будет брать в рот, жевать, кушать. Такие дела. Вот теперь я поем, ребята. Сейчас вот с черным хлебушком, лучка сыпано. И те, кто говорят, уха, это лаврушка, черный горошковый перец и все. Ребята, вы не были в Вьетнаме. Там уха, рыба, морепродукты типа мидии что-то. Там же креветки варятся. Но то была уха. Но моя такая, вот такая, такая. Извините за свет. У меня не студийное освещение. Но я очень, 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 очень хорошо поем сейчас. И, ребятки, вариантик для тех, кто любит погуще. Здесь больше мяса. Ну, все погуще. Еще раз прошу прощения за освещение. Булу. Продолжение следует...